Вот такие они герои 40-го тысячелетия, те, что в руках у Егора Кошелева. Уже более 10 лет он преображает безликие фигуры и превращает их в защитников Вселенной. Это такой сеттинг, виртуальная реальность нашего будущего, со своей историей, правилами, пространством. Егор рассказал, как создает гостей из будущего. Этот персонаж – это брат-сержант космического десанта из Вселенной Вархаммера 40 тысяч. Это английский сеттинг. Космический десант – это самые хорошие парни, считается. Это генетически модифицированные люди, которые путем всевозможных имплантаций третьей почки, второй сердца, еще что-то, они стали идеальными солдатами будущего. Своего космического десантника автор делал около 30 часов. Это ювелирная работа из инструментов, только акриловые краски и кисточка. Ну и, конечно, самые продвинутые и сложные техники. Использовалась, например, техника non-metallic method, например, на наплечнике, сокращенно NMM ее все называют. NMM – это передача металлических частей без использования металлических красок. То есть, в данном случае, если мы говорим о бронзе, золоте, бронзе либо золото, то речь идет об оттенках желтого, песочного, охры, коричневого. Еще одна непростая техника – отобразить блики на элементах фигуры. Так миниатюра становится более реалистичной. Егор говорит, дело это непростое, пришлось много тренироваться. На своих персонажей он тратит по 2-3 часа в день, выходные и больше. Придумывает уникальные детали, сам же их делает и раскрашивает. Возможно, поэтому его герой стал победителем конкурса миниатюр «Рубиновая сфера». Для автора это первая большая победа на крупном международном конкурсе. Был на самом деле очень приятно удивлен тем, что победил, потому что со мной в одной же номинации были очень серьезные работы у ребят. Действительно, я смотрел и понимал, что с одной стороны, что круто, что я уже расписываю на таком же уровне, мне кажется. Но с другой стороны, я понимал, что конкуренция тут серьезная. Ведь работы на конкурс были представлены более чем в 30 номинациях. Участники из Японии, Польши, Белоруссии, Украины – все работы выполнены мастерски. Большое внимание уделяли не только самой миниатюре, но и подиуму, на который она установлена. У нашего персонажа это кленовые листья на асфальтовой подложке, сделаны руками Егора. Если оценивать миниатюры, то конкурсные именно, то оценивается не только то, как ты расписал миниатюру, а то, как ты передал всевозможные материалы – кожу, дерево, ткани, металлы. Еще оценивается, как ты эту миниатюру погрузил в ту действительность, в которой она существует. По словам автора, победа на рубиновой сфере – мощный стимул продолжать свое увлечение и принять участие в конкурсе на следующий год. В планах раскрасить персонажей из сеттинга Малифо. Это еще один мир фэнтези, в который Егор окунулся с головой. Говорит его необычное хобби – не только демонстрация способностей и умений, но и удовольствие от процесса. Ведь в каждого своего героя мастер вкладывает душу. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».